наконец-то наш длительный ремонт на кухне завершён и я с удовольствием могу попить кофе на своей любимой кухне всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия девчонки которые следят за моим телеграм-каналом видели этапы развития этого ремонта и я в конце видео обязательно покажу что у нас получилось ну а сейчас вот как вы видите все уже готово остался один маленький нюанс мне нужна римская штора на окно я решила сшить ее своими руками ну а раз уж я буду шить конечно же я сниму для вас видео урок по поводу того как шьется римская штора давайте начнем с того что нам понадобится для того чтобы сшить римскую штору во первых карниз сам карниз показать уже не могу упаковку тоже упаковку выкнули карниз висит у меня уже на над окном на стене могу показать вот такую вот этикетку от упаковки брала в леруа то есть там уже готовые карнизы для того чтобы вы могли сшить штор то есть все необходимое уже есть в комплекте был сам карниз и вот такие вот прутики для того чтобы штора у нас складывается складочки и вот такая вот утяжелительная планка знаешь есть карнизы у которых липучка входит в комплект то есть на карнизе одна сторона липучки вот это вот вторая которая мягенькая который зацепляется за крючочки она тоже идет в комплекте его ее просто отделяется и потом пришиваете к шторе вот в этом карнизе липучка только одна с этими и с крючочками то есть вторую часть ленты вам надо купить самостоятельно и вот у которая мягкая, которая зацепляется за эти крючочки. Еще в комплекте идут вот такие вот колечки. Ну, я думаю, что все мы их пришивать не будем, потому что я купила ленту шторную вот такую вот, где вот петельки такие проходят. Вот эти петельки нам заменят вот эти колечки. Карнизы бывают разные по ширине, от 60 сантиметров до 200. Смотрите по ширине своего оконного проема, либо по тому месту, которое вы хотите закрыть шторой, и исходя из этого выбирайте ту ширину карниза, которая вам нужна. У меня оконный проем 140 сантиметров, я выбрала карниз также 140 сантиметров. Ткань, которая подошла мне здесь, в мой интерьер, я покупала в Леруа Мерлен. Вы можете в обыкновенный тканевый магазин пойти. И для того, чтобы узнать, сколько ткани купить, вам нужно померить высоту желаемой шторы. Ну и плюсом прибавить 10 сантиметров. То есть, если у вас высота шторы должна быть в чистом виде 160 сантиметров, возьмите 170. Ну и, конечно же, уточните у продавца, сколько ширина ткани, потому что у вас должно быть ширина вашей шторы плюс также 10 сантиметров. Например, у меня оконный проем 140, значит, при такой ширине шторы ширина ткани должна быть не менее чем 150 сантиметров. Больше, ради бога, отрежем. Девочки, я для вас решила подготовить вот такой чертеж и дальше по ходу буду писать этапы работы, что зачем нужно делать. В конце видео я вам этот листочек покажу, вы его заскрините и сможете по нему работать. И теперь давайте посмотрим на мою схему. То есть, ширина окна у меня 140 сантиметров, высота точно так же 140. То есть, мне нужен вот такой вот квадрат уже в готовом виде. Для того, чтобы обработать края ткани, нам с вами нужно сделать отступы для вот этих швов. И смотрите, сверху мы оставляем 2 сантиметра, с каждой боковой стороны по 5 сантиметров и внизу 6 сантиметров на подгибку. Там у нас будет проходить вот эта планочка, понизу должна будет вставляться и поэтому здесь подгибка будет чуть-чуть побольше. Сейчас мы должны перенести этот рисунок на ткань. То есть, я буду делать размер своей выкройки 150 на 148 высота. То есть, это ширина, это высота. Все припуски, о которых я говорила, я точно так же рисую здесь на ткани, для того, чтобы потом мне было удобнее все это подшивать. Складывать и пришивать. Итак, у меня готова вся разметка. То есть, я сразу же отметила здесь подгибку для того, чтобы пришивать, подшивать вернее, вот эти швы. Видите, две линии у меня. То есть, вот это будет загибаться и тут перегибаться. То есть, все везде выверила сразу же на ткани. Хотя, это очень сложно, ткань скользкая, по ламинату скользит. В общем, но надеюсь, что все я сделала верно. Видите, это у меня верх. Тут два сантиметра на подгибку. То есть, сейчас я беру ножницы и все это вырезаю. Кстати, кромку я также обрезаю. Не удивляйтесь, что кромка у меня идет по нижней стороне. Почему? Потому что ткань, это как бы шторная, долевая у нее вот так вот проходит. Это меня в магазине предупредили. Все, обрезаю все лишнее. Так, смотрите, давайте поработаем еще с боковыми сторонами для того, чтобы вам было удобнее. Это делать не обязательно, но так вам будет удобнее. Смотрите, вот это у меня низ, вот это боковая сторона. Вот наши пять сантиметров, которые мы оставили на подгибку. И для того, чтобы было удобнее сейчас ровно загнуть, мы откладываем еще три сантиметра вот сюда. Рядом, ну вот как бы вот от этой линии, от крайней, да. Везде по три сантиметра я сейчас прочерчу и нарисую эту линию. Для чего она нам нужна, сейчас вы поймете. Смотрите, нам понадобятся сейчас иголочки. Для того, чтобы подшить этот край, мы будем по первой линии сгибать, по второй линии тоже сгибать, а по той линии, которую мы только что прочертили, мы будем выравнивать. То есть вот сейчас, смотрите, я приложила все аккуратно и ровно и накалываю иголочку. В принципе, все это по желанию можно отутюжить. Почему я накалываю иголочки не так, а вот так? Потому что, когда мы будем проходить машинкой, машинка спокойно перешагнет иголочку и пойдет дальше. А если у нас иголочка будет параллельно шву, то тогда может произойти какой-то сдвиг. Я, по крайней мере, делаю так всегда. И вы знаете, вот ткань такая непослушная, скользкая. Я бы, наверное, ее все-таки загладила. Все, сейчас я это все аккуратно загну и сделаю две строчки по боковым сторонам. Сейчас можно достать иголочки. И далее точно так же мы сделаем подгибку по низу и дадим строчку. Только там будут немножко другие сантиметры, да, на которые мы будем подгибать. Так, смотрите, там, где у нас низ, точно так же провожу еще одну полосу. То есть у нас здесь на подгибку два сантиметра. Потом мы отложили четыре и еще четыре сюда. То есть, опять же, как и по бокам, на два сантиметра мы будем здесь сгибать. Вот здесь по этой линии тоже сгибать. И по крайней линии мы будем выравнивать. Так, девочки, смотрите, я везде сколола этот шов, ну, вот этот подгиб. Вот, но последние две иголочки я приколола вот так в открытую. Почему? Потому что сейчас я вот здесь вот дам на небольшое расстояние строчку, такую же, как буду делать на подгибке. Вот так, поехали. Чтобы у нас ничего не вылезало. Так, с этой закрепочки поставлю. Выходим отсюда. Теперь смотрите, еще один момент. Вот, видите, я сделала строчку, чтобы у меня не отличалось. Сейчас увидите, почему. Еще один момент. В уголочках вот так вот чуть-чуть сдвиньте вот этот вот сам уголочек. И уже вот в таком виде его загибаем вот сюда. И чуть-чуть со сдвигом. Для того, чтобы он у нас с этой стороны не выглядывал. Вот прям принудительно его слегка сдвинули. Так. И снова я тут заколола. Все. Сейчас буду делать строчку. Вот эту вот еще иголочку перекалываю. Все. Теперь я буду сделать строчку. И что я сделаю здесь? То есть, вот я сделала меточку себе, чтобы поставить место, куда я буду вставлять планку. Вот. То есть, я в этом месте вот так отодвину вот этот край. И строчка у меня пройдет без подгибки, да? Вот смотрите. То есть, для начала, мы сначала начинаем строчку вот здесь, по краю. Я думаю, что стоит ее сделать, да? Как думаете? Ну ладно, давайте сделаем. Посмотрим, как это будет. В принципе, у нас ниточки подобраны под цвет ткани. Их не очень заметно. Вот поэтому давайте сделаем. Повернулись. Я, наверное, тут уже иголку вытащу, чтобы она у меня никуда не тянула, ничего. Опустили лапку. Тяжелую машину. И вот смотрите. Я прихожу в то место, где у меня вот эта вот строчка уже проложена на отвороте. Так. Дошла до этого места. Отодвигаю. Отодвигаю вот так. И шью без вот этого отворота. Так. Дальше. Снова пододвинула это все на место. И получается, как бы отворотик я край отворота вернула. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Вот такой вот кармашек, куда я буду вставлять планочку. Что у нас здесь. Но, в принципе, тоже все неплохо. Все. Продолжаю дальше. Итак. У нас остался неподшитым только верхний край. Здесь точно так же уголочек. Вот просто вот. Вот это вот место. Раз так сюда. Загнули. И прикололи. То есть я сейчас, помните, да, у нас тут по 2 сантиметра было оставлено на шов, на подгибку. Я сейчас по 2 сантиметра загибаю. И потом прикладываю ленту. Ленту липучки. То есть вот так вот немножко здесь отступлю. Примерно полсантиметра. И перекалываю иголочки уже вместе с лентой. Все это очень туго. Вот таким образом сейчас я все приколю и сделаю строчку вот так вот по ленте вкруговую. Все вот таким образом. Тут все сколото красиво. Начинаю пришивать. Так, девочки, штору я отгладила. Она уже у меня, можно сказать, готова. Осталось прикрепить вот эти стержни на свои места. Но перед тем нужно сделать, конечно же, расчет, где, в каких местах их нужно прикрепить. И я использую 4 стержня. То есть у меня получается 1, 2, 3, 4, 5 отрезков. Но вот этот нижний стержень я буду крепить чуть-чуть ближе к низу, то есть наполовинку, чтобы он у меня просто висел и из-под него выглядывала вот эта вот кромка с планкой. А все остальные у меня будут складываться пополам в складке. То есть вот это расстояние у меня должно быть половина одной складки. Значит, если вот эту половинку взять за единицу, в каждой складке будет 2 таких части. Получается 2, 4, 6, 8, 9. Я надеюсь, вы поняли принцип расчета. То есть если вы будете использовать больше стержней, точно так же считайте. Итак, у меня получилось 9 частей. Я сейчас высоту шторы должна разделить на эти 9 частей. Но чтобы у меня складки были равномерные, я уберу вначале вот этот вот отрезочек, то есть примерно до шва у меня там 3 сантиметра. И вот здесь внизу вот это расстояние тоже 4 сантиметра у меня. То есть 140 сантиметров высота моей шторы, минус 3, минус 4, получается 133 сантиметра. И вот эту высоту шторы без верхнего и нижнего края я делю на 9 частей. У меня получилось 14,7 вот этот отрезочек. То есть я от шва вот отсюда отмерю 14,7, проведу линию. Дальше вот эти 14,7 умножаю на 2, там получается где-то 29,5. Дальше уже откладываю отрезки по 29,5 сантиметров. То есть это все сейчас перемеряю, отчерчиваю. И вот в этих местах я буду закреплять стержни. Смотрите, теперь мне нужно подготовить вот эту вот ленту шторную. Я беру стержень примерно с запасом 1 сантиметр. Отмеряю вот так вот по стержню длину ленты. И также здесь оставляю небольшой запас сантиметра или даже полсантиметра. Обрезаю. Удаляю веревочки, они нам не нужны. И теперь нам надо сделать, смотрите, вот петельки здесь с одной стороны, вот они везде. С этой стороны петелек нет. Поэтому мы будем вот так пришивать вот эту ленту пополам. То есть вот тут вот я сейчас дам строчку вот здесь. Для того, чтобы петли у меня остались вот тут с краю. И вот сюда, вот в этот тоннельчик у меня будет заходить сам стержень. То есть вот посмотрите, примерно вот так это будет выглядеть. Стержень там, здесь остались петельки. Все, идем к машинке. Шьем вот эти тоннельчики. Вот так вот загнули внутрь край. С двух сторон я это сделала. Представляете, мне оказалось белых ниток дома. Позор. Не делайте так, как я. Ну и в магазин не побегу. Это все-таки с изнаночной стороны, ничего страшного. Теперь складываю вот так вот, чтобы петельки вот тут с краешку оставались. И делаю строчку. Итак, девочки, тесенки все мои готовы. То есть туннельчики для стержней. И теперь я их буду пришивать. Вот смотрите, петельки наверху. Вот они у меня. И вот прям в край, в край по той линии, которую я начертила. То есть этими петельками вверх, чтобы у нас стержень вверху был. Все, прикладываю. Так, ниточку сменить. Я ведь нашла все-таки белые нитки. Теперь надо снова заменить на бежевые. Так, штормейк готова. Вставляем стержни. И теперь вставляем утяжелительную планку. Вот он, этот кармашек, который у нас получился. Там она до конца. Здесь немножко надо подтянуть, чтобы она у нас зашла. Все, все отлично получилось. И у нас остался самый ответственный момент. Нам нужно сейчас карниз прикрепить к верхнему краю шторы. И протянуть все веревочки. Кстати, я вам не показала карниз. Вот так вот он выглядит. Здесь, вот они, веревочки, на которых будут шторы держаться, подниматься вернее. Надо их все достать. Так. Вот это вот поднимающее устройство. А вот тут вторая часть липучки. Помните, я вам говорила, что здесь почему-то только одна часть. Все, прикрепляю карниз и расправляю веревочки. Теперь мы распределяем ровненько нити. И при помощи крючка заводим каждую ниточку вот в каждом из пересечений в ту петлю, которая там попалась. Здесь веревочки я укорачиваю. Мне такая длина не нужна. Так. Главное, чтобы все в расправленном виде было. И вот тут у последнего стержня я делаю узелки. Узелки, но такие узелки, которые можно будет развязать. Развязать для того, чтобы потом снять это все с каркаса, развязать узелочки и спокойно постирать шторг. Все, пошлите вешать шторгу. Здесь к стене прикручены вот такие кронштейны. Очень легко заводится сюда карниз. А так вот нажимается и защелкивается. Все очень легко и просто. Смотрите, это все сделать можно прям одной рукой. Раз и все, карниз стоит на месте. Итак, девочки, вот он файл, который я вам обещала. Все этапы работы я сюда записала, включила, даже привела пример расчетов. Для того, чтобы вам было на что, от чего оттолкнуться, на что обратить внимание. В общем, прикреплю этот файл внизу, скачивайте, пользуйтесь. Девочки, как и обещала, показываю вам свой ремонт. Он у меня начался вот с этого коридорчика. Здесь мы меняли розетки. Посмотрите, как красиво вписались тут мои картинки и там светильники. Сейчас выключу свет. А в принципе, их хорошо видно сегодня. Не буду выключать. Тут еще одна моя картина маслом. И мы переходим на кухню. В этом месте у меня дверной проем убран, то есть убрана дверь. И вот этот вот уголочек всегда был какой-то неоформленный. В этот раз у нас получилось оформить его. И я думаю, неплохо. То есть мы использовали рейлинг из Леруа. У меня везде такие рейлинги. Просто оставался на 90 сантиметров рейлинг. И мы подумали, а почему бы нет. На Валберес я купила цветочки. В общем, все очень даже неплохо выглядит. Эту стеночку мы выкладывали кирпичом также самостоятельно. Вот такой дизайн на стене получился. То есть полки из Леруа. Это два разных набора. Один квадратный и полочки. Видите, одна побольше, потом поменьше и еще меньше. И прямоугольная полка. В этот набор входит две полочки. Вторая вот там в коридоре. То есть этими полочками у меня перекликаются коридоры кухни. Там у меня ротор стоит. И также светильники. В коридоре вы уже видели светильники. Здесь у меня два светильника. Один прям из полки. Как будто бы выпрыгивает человечек. Вот видите. Здесь также мы использовали рейлинг. Также оказался лишним. Много я купила. И вот так получилось его обыграть. Очень даже, по-моему, неплохо. Стол я брала на Озоне. Стулья также. И на стулья вот эти вот сидушки покупала в Леруа Мерлен. Вот эту стену с телевизором мы оформили наверху вот такими часами оригинальными. Простенькие, но забавные, да? Да какая разница? И, вы знаете, они даже сначала не хотели ходить. Потом, правда, пришли в гости друзья. Друг попросил их снять. Что-то там поковырялся и наладил работу. Здесь у меня под телевизором прейлинг добавлен для того, чтобы полотенчики всегда были под рукой. Тут у меня рядом раковина. Вот. Полотенчики я купила. Узбекистан производство. Очень хорошее качество. На Валберис нашла. Вот такая вот красота. Мягкие, приятные. Для кухни вообще самое то. И размер, и вот эта вот мягкость. Они хлопковые стопроцентно. Ну и телевизор мы у него поменяли кронштейн. То есть он теперь у меня, если вам видно, посмотрите. Видите, я его выдвинула сюда. Он поворачивается в разные стороны по-разному. В общем, вверх-вниз вот так вот еще двигается. Вот такая конструкция. Теперь, в принципе, смотреть очень даже удобно. То есть, когда он не нужен, просто придвигаешь его к стене и все. Ну и по поводу гарнитура. Гарнитур у нас стоял, в принципе, давно. И мне надоело столешница и фартук. Там рядом с мойкой еще столешница приходила в негодность. В общем, мне захотелось поменять столешницу и фартук. Очень долго я подбирала цвета под такие яркие оттенки моего фасада. Потом я определилась, что серый цвет будет неплохо. И вот посмотрите, как это все смотрится. Столешница называется Луна. В общем, качество мне очень нравится. Вы знаете, она такая приятная на ощупь. Она и не глянцевая, и не матовая. И вот такая вся поверхность у нее неровная. Просто, вы знаете, вытирать столешницу одно удовольствие. Фартук. Бетон называется. Ну, тут, сами видите, бетон и бетон. Также установили свет под шкафчиками. У меня вот в этих шкафах были нижние полки стеклянные. То есть, вот даже могу показать. Вот видите? Вот они. И свет выведен был вот сюда. Ну, в этот раз мы решили их отключить. А сделать такой более яркий свет. Светодиодную ленту поставили. И включается она у меня от движения руки. То есть, вот здесь вот провожу рукой. Вот она выключилась. Раз. Включилась. Хватает света. Очень все мне нравится. Очень хорошо. Ну, то есть, как вы поняли, у меня везде рейлинги из Леруа. Все составляющие. Это все в Леруа брала. Все эти баночки, полочки. Ну, и переходим к шторам. Вот она, штора. Наверное, напротив окна не очень хорошо будет видно. Но я постараюсь снять. Свет везде включила, чтобы ее было все-таки виднее. Вот прям как хорошо она проявилась. С этого ракурса здесь у меня. То есть, вот так опускается. В другую сторону поднимается. Вот так выглядит мое окно с римской шторой. Ну, а на потолке вызывали мастеров. Нам сделали просто натяжной потолок. Я надеюсь, что мой урок был вам полезен. Девочки, скачивайте файл с этапами работы. И чтобы у вас все получилось. Также на кухне у вас была красивая римская штора. Подписывайтесь на мой канал YouTube, Telegram канал. Буду делиться и дальше полезностями по рукоделию. С вами была Юлия и мой факультет рукоделия. Пока-пока!